МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа подробно в эфире телеканала 24КЗ. Здравствуйте! Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг выразил президенту США Бараку Обаме беспокойство за безопасность интернета. По его мнению, паутине угрожают масштабные программы слежки со стороны американского правительства. А Евросоюз в 2014 году тайно направил несколько сотен миллионов евро на разработку дронов-шпионов, беспилотных летательных аппаратов. Их применяют для разведки, слежения и других целей. Например, на беспилотник устанавливается видеокамера, после чего он отправляется в небо. Для выбора целей используют данные, которые получают в ходе обработки местоположения мобильных телефонов. Большой брат давно вошел в повседневную реальность и следит за тобой. Как он это делает, поговорим сегодня в программе «Подробно». История беспилотников берет начало в 1899 году, когда изобретатель Никола Тесла явил миру первое миниатюрное радиоуправляемое судно. Беспилотники также называют дронами, что по-английски означает «трутень». Действительно, на борту таких летательных аппаратов экипажа не бывает. А их военные модификации используются в разведке и предназначены для выполнения заданий повышенной опасности или связанных с убийством. Но шпионские технологии находятся совсем рядом. По заявлениям бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, данные о пользователях мобильных приложений, в частности игры Angry Birds, которые установили на свои мобильные телефоны и планшеты около полумиллиарда человек, доступны спецслужбам США и Великобритании. Информация о пользователя собирается из картографических приложений, игр и социальных сетей методами, похожими на те, что используются для перехвата мобильного трафика в интернете и текстовых сообщений СМС. Огромное количество информации каждый день. Администрация США обнародовала бывшее секретное постановление суда 2011 года. В этом документе американские спецслужбы критиковались за нарушение Конституции. В течение трех лет они незаконно собрали примерно 56 тысяч электронных писем жителей США. Но это только видимая и признанная штатами часть айсберга. Программа их слежки касается граждан по всему миру. Недавно западные СМИ в сотрудничестве со Сноуденом вновь опубликовали документы, которые подтверждают, а американские спецслужбы все больше убеждаются в важности информации, полученной из мобильных приложений. Даже если это приложение – игра Angry Birds. Социальные сети становятся одной из точек слива персональных данных. Неудивительно, что основатель Facebook Марк Цукерберг решил выступить с обращением к Обаме. Он сделал это на следующий день после появления очередной серии разоблачительных материалов о действиях Агентства национальной безопасности США. В них говорится, со ссылкой на все того же Сноудена, что в целях слежки за интернет-пользователями АНБ использовала автоматизированную хакерскую программу под кодовым названием «Турбина». А для внедрения вредоносного кода в компьютер АНБ использовала фальшивые аккаунты Facebook. «Я очень разочарован и обеспокоен многочисленными сообщениями о действиях правительства США. Когда инженеры в Facebook безустанно работают над улучшением безопасности ресурса, мы представляем, что защищаемся от преступников, а не от нашего правительства», – написал Марк Цукерберг на своей странице в Facebook. Будет ли Барак Обама реагировать на это сообщение? В начале 2014 года он уже представил новый курс в работе американских спецслужб, пообещав, например, не перехватывать коммуникации глав государства и правительств, которые считаются союзниками США. Тогда же президент заявил, что электронная слежка не будет использоваться для борьбы с инакомыслящими, а спецслужбы сократят с трех до двух число человек, чья переписка и телефонные переговоры попадают под отслеживание из-за связей с подозреваемыми. Обама никогда бы не выступил так, если бы не было людей, подобных Эдварду Сноудену, заметил журналист Джулиана Санш, основатель интернет-сайта WikiLeaks, где публикуется секретная информация после ее утечки. Их слоган звучит так – «Большой брат следит, мы тоже». С вами была программа «Подробно». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова